Приветствую на очередном докладе и сразу же приглашаю зарегистрироваться и попробовать совместное решение от Intel и Sber Cloud, ML-платформа на основе Intel One API. Нам важен ваш отклик и фидбэк. Регистрируйте, заходите, пробуйте и делитесь своим впечатлением. Мы рады любому мнению. Меня зовут Евгений Изутов. Я из Intel и команда Algo R&D. И сегодня мы поговорим о такой важной задаче, как распознавание языка жестов. И будем это смотреть на примере American Sign Language, то есть язык жестов американский. Агенда на доклад следующая. Чтобы сгладить все углы, я проведу сначала такое некоторое интро, вообще что такое видеопроцессинг, какие есть решения для action recognition. Ну и после мы уже непосредственно посмотрим, что такое sign language сам по себе, язык жестов. И, собственно, то решение, которое мы предложили, именно не с целью, а чтобы было, то есть, грубо говоря, там, побить все рекорды, и при этом неважно, кто этим воспользуется, так как для вычислений потребуются там супер-видеокарты, которые доступны не каждому. Соответственно, наше решение из серии на каждом, будь то дескток, будь то ноутбук, запускается, естественно, практически в реал-тайм, может распознавать этот самый язык жестов на примере American Sign Language. Итак, как обещал, сначала небольшое такое интро, что такое видеопроцессинг. Ну, во-первых, нужно сразу отметить, что мы будем вести речь о диплеллинг-решении, то есть решении на основе искусственных нейронных сеток. Вот, и здесь важен такой исторический экскурс небольшой. То есть наибольшая популярность именно среди непрофессионалов, а, скажем так, широкой публике, когда заговорили об искусственных нейронных сетках, связан был с успехом AlexNet на задаче классификации ImageNet, то есть классификации в тысячу классов. Соответственно, как только этот успех появился, сразу же мы о таких решениях заговорили. Вот, но то было именно классификацией обычных двухмерных изображений. Естественно, что следующим шагом было бы расширение его на третье измерение, то есть на видео. Вот, и отсюда возникает сразу же область видеоаналитики. Здесь решают такие задачи, как классификация, то есть, по сути дела, то же самое, что было в 2D-случае, но стоишь разницу, что у нас находят какое-то законченное видео. Также более сложная задача, это если у нас видео не какое-нибудь коротенькое, несколько секунд, а более что-то существенное, то возникает, может возникнуть такая задача, как сегментация по времени, то есть сказать, что там с 7 по 8 секунды, там открывалась дверь с 8 по 9 секунды, еще что-то происходило и так далее. Более сложная задача, это уже детектирование объектов на видео и классификация экшена для каждого конкретного объекта на видео. Ну и так далее, можно усложнять, усложнять эту задачу. Нас же будет интересовать, скажем так, самый маленький кирпичик, с которого строятся все более сложные решения, это именно экшен и когнишен, что в своей сути есть это с познаванием таких атомарных действий. То есть они характеризуют, что они очень короткие, все это, например, открыть, прыгнуть, взять и так далее. Из них можно составить что-то более сложное. Это уже будет, соответственно, activity, recognition. Но, как я уже сказал, в конкретном докладе нас будет интересовать именно action, recognition, так как, по сути дела, то, насколько эффективно мы можем его решать, эффективно в плане именно вес модель и качества, которые он обеспечивает. Будет зависеть от того, с каким успехом мы можем решать все последующие задачи. Вот поэтому сосредоточимся на action, recognition и посмотрим, какие вообще есть решения. То есть такие именно общие. Вот. Здесь такой, скорее, больше исторический экскурс. Это не первая статья, которая попробовала применить диплеоринга для задачи видео, action, recognition, то есть где входом является видео. Но идеологически, скажем так, статья является правильной, стоит быть упомянутой. Итак, я ранее обозначил, что успех сеток был связан с успехом AlexNet, это общий, когда о нем все узнали. Вот. А сама эта сетка в своей сути является сверточная сетка. То есть это сетка из нескольких слоев, где каждый из этих слоев это обычная 2D-свертка. 2D-свертка это означает, что мы используем двухмерный керн, который окошечком пробегаем по такому двумерному изображению. То есть у нас есть две степени свободы. Логичным шагом было бы, имея уже готовую 2D-свертку и имея желание делать классификацию для видео, было бы расширить наш обычный двумерный кернел на третье измерение, то есть на время. Соответственно, кернел останется трехмерным, плюс пространство обхода. Также добавляется одно измерение и становится трехмерным. И отсюда как раз вытекает, что по сути дела, чтобы выполнить классификацию для видео, мы можем взять любую успешную 2D-сетку и просто по всех кернел добавить третье измерение, ну и, естественно, вход завершить по третьему дополнительному измерению. И вуаля, у нас ровно тот же подход уже будет выполнять классификацию для видео. Все было бы хорошо, но у этого метода есть такой существенный изъян. Связано с тем, что добавление третьей размерности, будь то в керну, либо в пространстве, он так или иначе связан с проблемой будет проклятие размерности. В том смысле, что дополнительное измерение для кернела означает, что у нас значительно увеличивается число параметров в сетке. В свою очередь, третье измерение для обхода означает, что значительно увеличивается вычисление. И это значит, что если раньше у нас была какая-то большая сетка и требовалось много ресурсов для ее запуска, то после перехода на 3D-случае у нас будет катастрофически огромная сетка. И не факт, что она может быть запущена уже буквально на любом железке. Это не говоря о том, что огромные проблемы тренировать эти сеты. И дабы проиллюстрировать эту проблему, авторы в следующей статье провели такой эксперимент. То есть что у нас есть в входные данные? Во-первых, это та самая 3D-сетка, которая на входе имеет K-изображение, то есть K-фреймов какого-то видео, и она за раз их перемалывает и получает уже готовый ответ. То есть чем полезна такая сетка и потенциальность? Она может учитывать корреляции смежных фреймов, либо отстающих фреймов, долгоотстающих фреймов. То есть все определяется только шириной от этого окна во времени K. И при этом нет никаких внутренних ограничений на то, как этот самый экшн будет распределен внутри этого окна, то есть среди от этих K-фреймов. В то же время такой классический подход, который в первую очередь приходит в голову для обработки именно видео, это давайте возьмем все-таки 2D-сетку, скормим ей фреймы независимо, для каждого фрейма получим какое-то высокоуровневое представление, и после у нас возникнет проблема, что просто как-то нужно смержить вот эти K-фичи векторов. Ну, таким традиционным методом можно считать, например, нерегулятор на сетке. Поэтому на самом деле неважно, будь то GRU, LSTM, LSTM с пипхолами и так далее. Суть в том, что как-то смержить. Так вот, и авторы что делают? Берут 3D-сетку и такой традиционный подход, когда 2D-обработка фреймов независима и высокоуровневое мереже фичи векторов. Ожидаемо, что сетка, которая может учитывать корреляции, плюс не зависит от того, как экшн распределен внутри этих K-фреймов, он должен быть лучше. С одной стороны, мы действительно видим, что цифры на Kinetix датасет, Kinetix 400 датасет, они, то есть было, грубо говоря, 54, стало 56, то есть плюс 2% пунктов. С другой стороны, учитывая, что какой ценой мы это добились, что сетка просто стала огромной, плюс она вычислительная и для тренировки стала непомерной. Вот, это как-то слишком скромно. Отсюда авторы вводят возможную проблему, что то самое число параметров, которые мы добавили, он слишком большой. Вот, и нужно вспомнить, что к этому моменту, по сути дела, у нас нет сопоставимого датасета для видео, как для изображения. То есть в изображениях есть ImageNet, где там миллион картинок, тысячи классов. Соответственно, мы можем притренироваться на этом данных, устраивать трансфер-леунинг с больших данных на наш целевой датасет, который может быть уже подоскромнее по размерам. Вот, видео, в случае у нас нет такого. Даже Kinetics 400 — это скромный датасет по меркам именно видеопроцессинга. Поэтому решение достаточно очевидное. Нужно как-то заиспользовать веса, которые были получены для 2D-сеток. То есть взять, притренировав на ImageNet сетку, как-то что-то с ней сделать и получить уже 3D-сетку, в которой мы могли бы тренироваться на целевом датасете. То есть трансфер-леунинг из 2D. Ну, в общем, решение достаточно такое очевидное. Проблема в наших фильтрах, которые 2D-архитектуры. Поэтому мы что делаем? Мы просто берем эти 2D-фильтры, копируем n раз. Где n — это размер окна по времени. Вот. Ну, и здесь возникает такой нюансик. Если мы... То есть сетка притренирована с учетом того, что она знает, приучен к скейлу предыдущего слоя. Соответственно, если мы сделаем таким образом, то у нас выход в каждую слою будет в n раз больше, чем сетка была обучена. Соответственно, чтобы это компенсировать, нам нужно не просто скопировать n раз, но еще и суммарно все фильтры такого вот разжатого 3D-керна поделить на n. Тем самым мы обеспечим оправленное соотношение на скейлах во время датафлоу по сетке. Вот. Если говорить о архитектуре, которую они предложили, то здесь довольно-таки все очевидно. Мы взяли лучшую на тот момент сетку. Это был Inception, который мы сейчас называем Inception 2.1. Соответственно, они что сделали? Заменили все 2D-керна, которые мы встретили, на соответствующие 3D. Вот. И проинициализировали их сами из притренированной 2D на Inception. После чего вы потренировались все это на Kinetix. Вот. Здесь стоит ответить дальше результаты на Kinetix 400. Вот. Здесь стоит отметить, что в качестве входа мы используем, нам интересно, именно RGB вход. Но также можно использовать не только RGB, но и оптиковлоу. Более того, можно, если нам совсем не жалко флопов, естественно, нет нужды запускаться real-time, то можно еще одновременно запускаться на RGB. То есть флоп, соответственно, такие сетки называются ToStream. Вот. Но нас они, скорее, именно в свете такой экскурсии не интересуют. Поэтому нас больше интересуют циферки, что мы берем сетку, которую тренировали только на RGB, видим, что у меня на Kinetix 400 результат 57,9. Потом мы проделываем такую самую процедуру Inflating, то есть мы можем переиспоить и сами же это. И видим, что чудесным образом у нас практически плюс 4. процентных пунктов только на том, что мы заиспользовали веса 2D-сетки. И это была, можно сказать, первая такая ласточка к тому ключ. Глобально как бы ничего не изменилось. То есть проблема в том, что сетка у нас была огромная, она так и осталась. Вот. Более того, сама огромность, она как бы в неправильных местах находится. К этому времени популярны стали семейства ResNet. и для этих ResNet было что характерно. Добавлением дополнительных слоев качество улучшало. Да, там вначале это качество росло быстро, потом уже при переходе там ResNet 101, 152 и так далее, качество уже куда скромнее росло, но тем не менее сам себе эффект был, что больше слоев, лучше качество. В то же время, если мы посмотрим на эту самую классическую C3D-сетку, то есть просто Convolution 3D-сетка исходная, в ней было только 11 слоев, то есть это как бы по современным меркам совсем скромно, то есть даже глубокое обучение уже сложно называть, вот, так как мы привыкли вести речь там 50 и больше слоев. Нужно эти параметры, которые так избыточны в 3D-сетке, перериспределить как-то правильно, иначе у нас получается такая ситуация плохая, как в табличке, как я уже сказал, Convolution 3D-сетка 11 слоев, при этом 321 мегабайт параметров. Тоже LMSD, который 2D-сетка, имеет глубину 152 слоя и, соответственно, есть 35 мегабайт. Слишком такая ярая из пропорции. Поэтому нужно что-то, чтобы перекинуть параметры в нужную сторону и позволило бы нам сделать глубокую сетку, но 3D. Поэтому решение было такое. Вместо того, чтобы использовать эти монолитные наши трехмерные свертки, мы будем делать поочередно свертку сначала по пространству, то есть, если мы в такой нашей нотации слова свертка 3 на 3 на 3, то сначала мы можем сделать свертку по пространству, то есть 1 3 на 3, и после чего свертку такой миксующий по времени, свертку 3 дальше по пространству 1 на 1. Итак, так как я уже сказал, что в то время было популярно во время выпуска этой статьи резнет, соответственно, недолго, думаю, берут резидуальный блок составляющий резнетов, вот, и который традиционно у нас состоит из трех сверток, это входная 1 на 1, которая увеличивает число каналов, потом идет пространственная, k на k, в данном случае 3 на 3, и, наконец, уже финальная свертка 1 на 1, которая просто миксует каналы, перед тем, как все это добавить к исходному сигналу. Мы решили разделить наш 3 на 3 на 3 кернул в виде двух. У нас, естественно, возникает вариант, как именно можно структурных расположить. Можно последовательно сделать как p3d-a, и сначала пространство, потом время. Можно сделать параллельно их, как p3d-b, ну, или такой экстравагантный вариант этой, пускать residual inside residual, то есть время пустить еще как residual connection для пространства. Но конкретный результат я не буду приводить для именно p3d-подхода. Но если так вкратце, то на самом деле все варианты хорошо работают. Ну, естественно, если все хорошо работает, то выбирают самый простой. Поэтому авторы сами останавливаются в том числе на подходе p3d-a. Теперь s3d-подход, который в некотором смысле более интересен тем, что это такое законченное решение. Законченное решение в том смысле, что они дают отсчет, что при тренировке на межнете это важно, поэтому ее нужно использовать. Сепарабельные свертки для правильного распределения параметров по сетке это тоже важно. Но остается вопрос, как именно распределить. Так, чтобы мы достигли максимальной качества, при этом не настолько сильно ударялись во флопы во время тренировки или тестирования. Не важно. И они задаются автору таким вопросом. А где именно нужно располагать 3D-свертки? И в таком простейшем варианте у нас здесь грубо говоря два варианта. То есть можем половину сетки сделать 3D, а половину 2D. И вопрос, где эти половинки расположить. То есть сначала 2D, потом 3D. Вот. Такой подход авторы называют Talk Heavy. Либо наоборот, сначала 3D, потом 2D. То есть после обрабатывать фреймы совершенно независимо. Такой подход Button Heavy. и авторы сравнивают на 2D. Слева это Mini Kinetics на 200 классов, справа это D. Самфин Самфин. У нас интересует именно синий цвет. Пунктиром обозначен это Button Heavy подход, сплошной линии это Top Heavy подход. Мы видим, что здесь однозначное преимущество. То есть если сравнивать то количество флопов минимальное и качество сношения флопов качества, то мы видим, что при меньшем числе флопов мы уже заскакиваем на приемлемые качества. И даже начиная с какого-то момента рост числа параметров уже не сильно увеличивает модель. То есть после этого мы заскочили в такой регион приятный с точки зрения обучения, что дальнейшие улучшения происходят такими уже большими шажурочками. После этого авторы делают однозначный вывод, что нужно давать предпочтение именно Top Heavy архитектуре. рыжим цветом обозначена как раз их архитектура, которую они предлагают S3D. какая именно мы увидим дальше. Ну а с точки зрения подхода мы видим, что Top Heavy здесь еще больше правит баллов. Сама архитектура это опять же инцепшн популярный в то время, но используем уже с того самого Top Heavy approach подхода. Также мы берем инститализацию из ImageNet, благо это не составляет проблем. Ну попутно здесь еще авторы используют такую штуку, как Spatio Temporal Pitching, то есть они не сразу выкидывают ответ X из блока, а еще добавляют такой блок, который нам дает софт-маску Sigma это Sigma и донажают уже на сам ход. Как бы с точки зрения именно экскурса это не столь принципиально, но как увидим далее это дает результат. Главное сравнение, которое стоит обратить внимание, то есть i3D против S3D. мы видим, что у нас во-первых циферки по качеству на Kinetix 400 выросли, но главное, что в росте в качестве мы наоборот снизили число параметров моделей. То есть мы видим, что флопов и параметров стало меньше, лучше для нас было бы, чтобы она как минимум не изменилась, а она и вовсе улучшилась. Ну и естественно их там дейтинг-вариант, который наоборот по параметрам догоняет исходное решение, но по качеству их становится еще на чуточку лучше. Также их сравнение в случае, если у нас не только RGB вход, но естественно там либо Flow, либо ToStream Акоуч вход. Также действует отмечить R2 плюс один подход, который в чем-то схож с P3D, в том смысле, что опять же используют сепарабельные сроки, только в качестве базы архитектуры ResNet 34, но у них такое сильное преимущество, что они выполняют претренировку не на ImageNet, то есть не 2D инициализации, а вот у них в тот момент стал доступен датасет Sports 1M, то есть как раз сопоставимый уже по размерам с ImageNet, но 3D с основного видео. И как мы видим, что как-то кальтернативная дорожка, когда мы сразу тренируемся на чем-то большом, потом на целевом, он также имеет место. Но естественно, что в плане именно тренировки, то есть в суммарных очевидный вариант проигрывает. В случае у нас есть 2D, потом 3D. Ну, вот мы подошли уже, закончили такой экскурс по Action Recognition, который именно общий. Вот я намеренно не привожу решения, которые релевантны для именно Hand Gesture Recognition, то есть когда непосредственно там не общие видео, а именно что-то показывают руками, по крайней мере. Вот именно потому что это решение либо в своей сути это опять же Action Recognition, то есть мы уже видели, либо это как-то слишком обоначено для малого числа классов, которые для именно ISL будут просто несущественно, естественно, нет смысла развивать голову эти. А теперь я бы хотел привести такое сравнение того, как выглядят сами данные. Вот я здесь слева представил два датасета, то есть видео из двух датасетов, это something-something датасет и moments-in-time. и обратил внимание на такой вот момент, что да, эти датасеты могут быть там 500, 600, 700 классов и больше, но если так присмотреться, то, грубо говоря, для каждого видео должна принимать решение на самом деле из буквально там 10-20 классов, просто потому что вот этот самый контекст, который присутствует на видео, грубо говоря, фон, плюс то, что на переднем плане человек, либо животное представлено, либо сразу руки, он резко ограничивает то подможество классов, из которого на самом деле происходит выбор. Именно поэтому мы видели успех именно 2D-подхода с высокоуровневым фьюзингом, как раз потому, что этот самый 2D-составляющий сам по себе много информации несла. И по сути дела 3D-компонент она лишь малую часть добавляла, то есть ровно то, что можно было классифицировать по экшен. Но, естественно, так не всегда бывает. И как раз hand жестов recognition это тот случай, где 2D-составляющая практически ничего не значит. И справа мы видим рисуночки гифки это реальные жесты из ISL датасет, из American Sign Language, то есть язык жестов американских. Вот. И здесь мы видим, что композиция кадра абсолютно диетична. Один человек в кадре показывает что-то руками и иногда сопровождает это какими-то эмоциями на лице. То есть композиция абсолютно диетична и редукция по классам только на то, что что-то не похоже друг на друга она практически отсутствует. То есть единственное, что мы можем излечь из 2D это место, где конкретно сейчас находятся руки. В то же время классификация самих жестов должна уйти только 3D. Вот. И как мы видим дальше это делает существенную разницу. Если говорить непосредственно о языке жестов, то здесь нужно сделать несколько таких ремаров. Во-первых, как мы можем видеть. Это именно язык основан на визуальной модальности. То есть демонстрация происходит при помощи рук, как я уже сказал, и иногда сопрождается эмоциями на лице. Вот. Но что более важно, язык жестов это не прямая, не прямой перевод с исходного языка. То есть мы говорим о American Sign Language, что это не трансляция английского языка. Более того, то есть в принципе это частая ситуация, когда если мы возьмем интерглухого от рождения ребенка, то он до тех пор, пока не изучит письменность, он, соответственно, не знает, что такое английский язык. Но при этом он уже может быть обучен языку жестов в той или иной форме. И английский язык он изучит уже как второй язык только после своими письменностями. То есть получается, что он уже к этому моменту будет знать два языка. И это отличие на самом деле еще настолько сильные, что язык жестов использует свою собственную грамматику. То есть свой собственный порядок слов и следующие правила построения предложений. Поэтому один в один здесь в принципе не работает. То есть нельзя взять предложение на английском языке и пословно перевести на жесты и их агрегация была бы переводом. Нет, к сожалению, так не работает. Также есть еще одна существенная проблема. Сам по себе язык жестов логично предположить, что развивался такими кластерами. То есть в каких-то регионах так независимо возникали свои наборы жестов для обозначения различных слов и соответствующих правил для синтеза предложений. С процессом роста глобализации естественно эти анклавы или кластеры увеличивались, смешивались, происходил такой взаимоген слов. Но так или иначе процесс этот не до конца завершился. Это означает, что даже если мы возьмем то же ISL American Sign Language, то в нем могут быть разные диалекты. То есть одно и то же текстовое описание ему будет соответствовать совершенно непохожие на друг друга визуальные жесты. Более того, эти визуальные жесты могут именно перекликаться. То есть в одном диалекте это одно слово, в другом диалекте один же жест, который какой-то более-менее атомарный. Совершенно другое может значить. И чем это чревато для нас? Тем, что датасеты, о которых мы будем тренировать наши модельки, они вообще-то собирались людьми, которые не знают ISL, ну, или другой язык жестов. В большинстве случаев естественно не было скорее всего от этой фазы валидации жестов. И может так получиться, что мы, например, тренируемся на одном диалекте, а после чего пытаемся протестироваться на другом диалекте. Естественно, сетка, даже если она может быть хорошо обучена, но при этом с точки зрения теста получится качество такое чудовищное. И мы должны учитывать этот фактор, как мы попросту не знаем, насколько шумная разметка. А процедура валидации, она в силу того, что нужны профессиональные сайнеры, знающие этот язык, причем, скорее всего, с диалектами, в общем, до такого еще не дошло. Также я хотел бы привести сравнение именно в плане количественного датасета. То есть слева я привел такие general датасеты, всеобщие, которые популярные есть сейчас. У нас что можно охарактеризовать? Вот у нас есть число классов, которые 400, 600, и число клипов, которые при этом есть наступных. То есть это полмиллиона, а то и вовсе почти миллион. И при этом длительность клипа каждого видео. Это может быть и 10 секунд, 5 секунд. То есть на самом деле мы можем каждый видео еще нарезать на отдельные клипы, тем самым получить еще больше саппл. Ну такая радужная ситуация на самом деле сейчас именно в плане general action cognition. То есть можно даже особо не задумываться над проблемой переобучения. И альтернативная ситуация с языком жестов. В частности мы говорим об ISL. И здесь если говорить именно о датасете, который бы имел реальное применение, то есть те слова, которые сетка выучила, их можно было использовать в реальной речи. В том смысле, что это не какие-то случайные выгодные слова, а именно слова, как авторы заявляют, топ-100, топ-200, топ-500 и топ-1000. То есть максимально тысячи самых популярных жестов. То есть записывали эти данные 222 профессиональных сайнера, и суммарно доступны 25 тысяч кликов. Длина каждого клика меньше секунды, так как все жесты, тем более показаны профессиональными сайнерами, это очень быстро. Но что как раз следующая проблема скоро раскрывается, неравномерное распределение числа сэмплов для классов. Более того, не все сайнеры записывали все жесты, то есть они только записывали какие-то самые популярные. И может быть как раз возникнет проблема, что у нас есть один тренировочный сэмпл и один тестовый. как я уже сказал проблемы диалектов раз из разных диалектов и все, мы никогда не можем правильно узнать ответ для конкретного класса. Но либо все-таки если повезло из одного диалекта, соответственно мы можем столкнуться с проблемой, что попросту недостаточно вариативности того, как показан жест. То есть все-таки может быть очень однобокой для целого ряда классов. А их много тысячи. В общем тысячи это минимальный набор. естественно, что реальные жесты значительно больше. И чтобы завершить вот эту трагедию того, насколько все плохо, это различные методы, которые были попробованы авторами для MSSL датасета. Первый подход это наивный классификатор. То есть что делают авторы? Они берут 2D-сетку и скармливают каждый фрейм из клипа независимо. После чего получается от каждого фрейма сказание какой-то класс, но дальше их агрегируют то есть на первый страх быстрого голосования. Кто больше? Какой класс больше проголосовали топ и ответ? Что мы видим? Для ASL то, то есть 100 классов качества 1%, 200 классов полпроцента и так далее. то есть это ничем не отличим от случайного выбора. Это другим словом говорит, что самая 2D-составляющая то есть appearance или просто композиция одного кадра вообще никакой информации не несет. Ровно та проблема, которую я говорил. Если решение работало в дженерном случае, то здесь это вообще не работает. Чуть лучше ситуация, если мы все-таки применим такой более разумный способ, что мы опять же скормим в какой-нибудь 2D-сетке, например, BGG или Google Net. Ну а дальше устроим как раз сковорование фьюзинг. просто LST, WebDirection LST. Суть важна, что это такое, если кто-то незнаком. Но смысл именно, что это сковорование фьюзинг. Даже иногда авторы заиспользовали HMM, то есть hidden mark model, скрытые марковские модели. Мы видим, что даже в случае 100 классов качество не превысило даже 50%. Стоит отметить такой совершенно альтернативный подход, который с точки зрения цифр вроде как не сильно отличается, но с точки зрения интуиции это скорее перспективное решение. Смысл в том, что мы будем не картинки как таковые классифицировать, а именно кейпоинты. У нас есть отдельная сетка, которая задетектирует кейпоинты, то есть положение костяшек на кисти рук. В частности используется суммарно две кисти 137 кейпоинтов. И далее по этим кейпоинтам мы восстановим 3D-скелетон, и уже этот 3D-скелетон мы можем скормить, например, графовые сетки. Соответственно, ну, то есть такой трехмерной графовой сетки, которая будет во времени смотреть, как этот скелетон двигается. Соответственно, вроде как кажется, что этот подход именно в камере его скелетон-часть и графовые сетки должна работать отлично. Но на практике все ломается именно на детектированной кейпоинтах, так как, как я уже сказал, жесты меньше секунды для отсвота, а профессиональные сионеры чрезвычайно быстро делают, а жесты очень сложные могут быть. В камере большинство из них сложные. А камера это не обязательно 60 FPS, хотя бы Full HD. Это может быть 24 кадра на маленьком еще разрешении, поскольку мы еще крупнем руки и совсем окажется скромным. Проблема в том, что кейпоинтам плохо детектироваться, они там сливаются. Итоговый скелетон оказывается и смысл не в том, что последующий скелетон бейст решение не работает, а именно потому, что его вход оказывает настолько шум, что дальнейшее разделение на класс оказывается в большинстве случаев просто невозможно. Но тем не менее, все равно стоит отметить, что этот подход скорее перспективный. И надо скорее попробовать современные подходы хотя бы на тех же HR нетах для детективных гиппоинтов. Плавненько мы перешли к тому решению, которое все-таки представили мы. как я уже говорил в самом начале, мы все-таки интересуемся решениями не таких, лишь бы было, а решения, которые можно было бы запустить на реальном железе, которое есть у пользователя, то есть там бесток либо ноутбук. В свете этого мы должны заботиться о количестве флопов и, соответственно, изначально выбирать архитектуры, которые маленькие по размеру. Ну и дальше мы следуем той же парадигме, то есть зачем отказываться лучших решений в каждой конкретной области нужно, чтобы правильно их сочетать. Поэтому мы сначала выбираем 2D-бэкбон. Сейчас был выбран MobileNetV3. Это, наверное, один из лучших на текущий момент. Да, есть и FishingNet, но в FishingNet есть серьезные проблемы с скалированием в случае изменения разрешения либо добавления, как в данном случае, третьим измерением. Также можно было попробовать второй MobileNet, но в случае 2D у них разница небольшая, если посмотреть по флопам. А в случае 3D добавления третьего измерения как разница на существенная, так как 3D MobileNet быстро сжимает пространственное разрешение. Соответственно, он оказывается значительно легче для 3D-бэкбон. Но так или иначе были выбраны на протестированную новую сетку в выбранном MobileNetV3. Вот. Именно как 2D-сетка, которая впоследствии была разжата в 3D, используя i3D-подход. То есть мы взяли 2D-инициализацию с патронированной на MobileNet и разжались в 3D-кернер. Кроме того, мы не отказываемся от сепарабельных 3D-сетка как в P3D, но несколько меняем саму архитектуру. Если традиционный резидуальный блок MobileNetV3 состоял с 1х1, 3х3, который увеличивает число... 1х1 увеличивающее число каналов, дальше достранственное и 1х1 миксующее. Если традиционный P3D добавлял 3х3, заменял на 2 свертки, то мы объединяем последнюю свертку по времени со сверткой комиксующей канала. То есть в итоге за счет этого у нас получается 1х1 в соответствии числа сверток в 3D-случии и в 2D-случии, то есть никаких проблем для специализации 2D-весами. Ну а с другой стороны все-таки у нас и парабольная свертка, плюс нет перерасхода еще одной сверткой для того, чтобы выполнить миксование канала. Также мы используем такой трюк как Dropout, но в отличие от традиционного подхода, где Dropout ставится перед самым классификатором, мы втыкаем Dropout в каждый SD-гелл-блок, по примеру, сегментационной сетки Gnet, но где-то куда более с уменьшенным вероятностью дропа. Сейчас используется 0.1 вероятность дропа. Кроме того, помимо такого S3D Movenet V3 архитектура финальной, мы используем еще два таких, где такие плюшки, это Attention и Metric модуля, о которых дальше. Attention модуль. Зачем вообще он нужен? Концептуально, если мы смотрим на задачу Hand Gn Reconmission, то нас вроде как интересует именно Hand и руки. Поэтому было бы разумно, если бы наступил какой-нибудь модуль, который бы обращал внимание сетки на руки и игнорировал все остальные области, то есть намешал влияние шума от прочих областей. На них может быть какой-то слишком пестрый background, пестрой одежды и эту цель как раз призвано решить Attention модуль. Мы, естественно, следуем идеологию, что должно быть все легким, поэтому сам себя Attention мы делаем в виде двух бранчей, то есть одна это пространство и другая временная. Пространственная бранча делает сверки только 3 на 3 только по пространству, то есть это независимо по крайней получается. В свою очередь временная делает глобальный пуллинг, но после чего с этим получившимся пичи вектором делает пара сверток. Ну, суммарные пичи мапы мы просто суммируем и дальше прямая функция сигмаль, то есть тем самым способен тресов маски. Вот еще один полезный момент это использование всего этого Attention в residual блок. Не классическим подходом было бы засунуть сам Attention сразу же в все в хорь, но на практике лучше оказывается сделать его residual. Вот это позволяет не сосунуть Attention в уже претренированную сетку не убив при этом антилизацию. А это оказывается все-таки существенным треком. Наша цепочка претренировок включает 2D антилизацию на датасете, тренировка на чем-то большом, в частности на Kinetics, а потом финальную тренировку уже на MS-ASL датасете. И чтобы сократить весь этот путь среди дву важно. Но здесь есть такой нюанс. Если мы засунем только этот модуль, то у нас получится что-то вроде этого, как-то во второй срочке на картинке. То есть вроде на отдельных фреймах Attention действительно сам себе находит руки и на них среотачивается, но на отдельных фреймах и шум хватает. Особенно касается первого и последнего фрейма. Чтобы с этим бороться, нам бы хотелось еще дополнительный лосс, то есть чтобы мы супервай включили самую маску для Attention. Но у нас нет Grand Trues для маски. мы могли бы конечно запустить сетку, который детектировал хитпоинт для рук, за нее вывести маску и так далее. Но хотелось простое решение. Готовы End-to-end засунули данные, которые чистые MSISL и на выходе у нас готовой модель. Потому что с этим побороться, мы следим такого подхода с Self-Upervice, то есть лосс, который сам себе дает просто делаем для нее Trash Holes 0,5. А все, что больше 0,5 мы обозначаем, что это единичка, все, что меньше 0,5 это значит ноль. И получаем такую Hard маску, которую дальше при помощи All-A1 лосса мы просто очень оставляем качество лосса для нашего Attention. Ну и здесь кроется большой подводный камень, причем очень большой. Если мы просто используем этот лосс готовенький, то выяснить, что сетка сваливается в такие переверные решения. То есть либо маска это все нули, либо все единицы, либо это какое-то совершенно независище от входа от видео, такое усредненное положение руки. А нам этого совершенно не хочется. Нам хочется именно маску, которая действительно сопровождает руку. То есть по сути он так косвенно хотим выучить грубый вариант Hand Detection. Чтобы с этим справиться, нам нужно решение такое. Мы будем не интерпретировать выход этой софт-маски не как готовые маску, а как распределение вероятности. То есть в каждом пикселе вероятность того, что здесь 0 или 1. Соответственно мы будем сомплировать эту маску из таких вероятностей. Но если мы сделаем это в лоб, проблема будет в том, что очень много градиентных методов в нашу сетку, а через такую hard-маску не будет распространяться градиент. Но к счастью уже давно дано известное решение называется Гимбельсов Макс Трюк. Соответственно за подробностями лучше прогуглить, а концептуально в смысле в том, что мы будем сомплировать именно из распределения как другого, которое как раз позволит распространять градиент именно для лоббисов. Но все это суммально приводит к такому результату, что теперь по крайней мере в большей части премов мы видим более точную маску, сопровождающую именно руку либо какую-то именно ту акцентную часть пистик, релевантна для конкретного жеста. Такой финальной агрегации как выглядит наш S3D Mobile Net V3. Те, кто читали статью Mobile Net V3 знают эту табличку, но он дополнен лишь всем, что связано со временем. То есть разрешение времени естественно вернула и дропаут, которым используем в каждом модуле. Также нужно отметить все, что характерно для S3D. Это изменение размера по пространству и по времени происходит в разные моменты. То есть если мы видим, что разрешение по пространству дропнулось, по времени оно все еще то же самое остается. И оно происходит совершенно не связанное с пространством в момент времени. То есть скорее оптимальное с точки зрения трейдов между качеством и скоростью. И, как я бы было замечено, топ-хэй подход. Он такой редуцированный получается, так как у нас только и самая первая S3D, она независима по фрейму, то есть не имеет прямной компоненты. А все остальное уже имитриеванный компонент, причем чередование фильтров, как 3, так и 5 по времени. Но все остальное то же самое остается как с ходом оборудования. Ну и плюс с attention могли. Вот используется пару штучек ближе к концу. И мы пришли к такой самой замечательной части, которая скорее краеугольной канон всей тренировки является. Вот есть немного в сторону сделать шажочек. Когда мы пытаемся достичь лучшего решения, мы можем принимать такие ходы, как подбор бэкбонов, с целью подобрать более дискриминативные с точки зрения целевой задачи. Вот можем использовать те же самые attention модули, как мы видели, только что либо какие-то задачи специфичные модули, которые могут быть attention подобные, что-то очень специфичное. Кроме того, могут быть техники для регулизации всей сетки. Причем речь не идет не о какой-нибудь банальной 2 регулизации и дропаутах, а речь о чем-то более прогрессивном, типа анализации фичи мак, mutual learning и так далее. В общем, методов там хватает. Но смысл в чем? Применяя тот лунный подход, мы видим, что с качественным целевым сетикой он стал лучше, хуже. А с точки зрения того, что учатся, каждый из этих подходов порождает какой-то свой собственный manifold. Соответственно, сравнивая этот результат, мы уже сказать, что этот manifold оказался лучше, чем тот другой. При этом все это происходит неявно. То есть мы явно свойства на manifold не проверяем, просто какие-то входные параметры меняем, что-то меняется в итоге и вуаля модель вышли хуже. С смысл ее в чем? Во-первых, если у нас на входе есть две картинки с одной и той же личностью, то есть person или notification, нам хотелось бы, чтобы выход сетки, то есть feature вектор на выходе, был бы одинаковым для одной личности или разным для картинок с разными личностями. Но тем самым мы явным образом требуем от рожденного пространства конкретные свойства, которым оно должно удовлетворять. Здесь подвожу такой мысль, что время простых решений прошло. Если мы хотим искать такой компромисс между чтобы сетка была маленькой, но при этом обеспечивала не просто приемлемое, а достаточное качество для решения целевой задачи, мы должны использовать какие-то более продвинутые методики, которые бы соединяли лучшие из разных областей. В частности, если мы так или иначе формируем манифолд, то мы должны это делать в крайней мере хоть как-то это контролировать. В частности, мы должны использовать метрик леню. В чем это выражается? Выражается это в том, что с точки зрения тренировки у нас теперь есть не один целевой лосс, как традиционно. Выход сетки, дальше softmax и кроссинтерапия поверх prediction и backpropagation. Вуаля, все хорошо, один лосс плюс регуляризация. Теперь у нас будет целый просыпь лоссов. Во-первых, как мы переходим к метрик ленинг, то выход сетки, который есть в пиче вектор, мы будем едва нормализовывать его. Во-вторых, мы заменим softmax плюс кроссинтерапию на более подходящий из мира метрик ленинг, это IMSUVMAX лосс. Что это такое, можно загуглить. Я лишь на интуитивном уровне расскажу, что это. Насмотрим на рисунок. Смысл его в том, что он стремится назначить такой дополнительный штраф для представителей одного класса и раздвинуть центры для разных классов. В свою очередь, это приводит к тому, что наша модель становится более робостной. То есть, если происходит сэмпл, далек от того, на чем мы учились, но при этом все-таки есть какая-то похожесть, то больше шансов в случае широкой границы между классами, что мы сможем все-таки понять, кому он принадлежит без лишнего шума. Кроме этого, используется еще один такой лоск как центр пуш. То есть, смысл в чем? Тот же ASL, у нас ASL, тысяча классов, но при этом есть классы, которые буквально там парочку сэмплов. Это означает, что в процессе обучения есть шанс, что этот центр, соответствующий вот этим вот хвосту распределения, то есть, неопрезентативным классом, он может слиться с каким-то более похожим, но более представительным классом. Вот чтобы этого не происходило, мы назначаем дополнительный лоск, который препятствует схождению таких центров. То есть, достаточно близко, штрафуют такие центры, как только они разбегаются, все, лос становится нулевым и больше не влияет на обучение. такой сторожевой лос. Кроме того, мы используем расписание для скейла. Скейла – это домножение этих фич векторов на какой-то скалях. Вот, обычно его фиксируют чаще всего для пересомления 30, но на практике оказывается и практично его не фиксировать, а устраивать для него расписание. То есть, начинаем с 30, заканчиваем по косинусному расписанию на 5. Это приводит к тому, что в начале обучения сетка сильно штрафуется за ошибки и больше концентрируется на таком глобальном распределении центров. Если классы похожи, то центры должны оказаться где-то близко друг к другу. Если не похожи, то далеко друг от друга. При этом, что происходит на границе, с кембриджеткой не особо заботится. В случае, когда скейл падает, больше внимания уже делится самой границей. Сетка уже становится более аккуратной и тем самым повышает зарабатанность модели. Кроме того, мы используем и локальный LOSS, который непосредственно работает для сэмплов на границе между классами. Вот. Взяли мы его из другого LOSS, из мира Metric Learning. То есть, там был такой популярный LOSS, triplet LOSS, который состоял из трех компонентов. Это анкера, позитива и негатива. Одна его компонента анкера и позитива. То есть, мы должны представители одного класса сжать в фичи и вектора и держать как можно ближе друг к другу. А представители разных классов и в фичи и вектора должны быть наоборот и можно дальше. Вот. Это составляющие это push LOSS, который из соответствующей статьи появился. Вот. Мы, естественно, чтобы не сталкиваться с проблемой майнинга триплетов, триплетов для триплетов просто уберем его компоненты из push LOSS. Кроме того, мы используем еще такую дополнительную регулировизацию. Это max-энтропия. То есть, что мы делаем? Применяя кросс-энтропию поверх HMSUF-max, мы еще вычитаем энтропию с некоторым большим коэффициентиком. Вот. И, в чем очевидно, что иногда эта самая энтропия может быть больше, кросс-энтропия. И, чтобы, естественно, слоз не был отрицательным, мы такие случаи обрубаем. То есть, слоз для конкретных сэмпл становится нулем. На практике это же означает, что мы исключаем из тренировки те сэмплы, которые слишком сильно сетка выучила. То есть, мы как бы поняли, что сетка хорошо поняла этот сэмпл, но при этом не хотим, чтобы она его наизусть выучила, делал prediction на уровне пикселей. Это все-таки сохраняло именно такое композиционное решение. И, на практике, оказывается, проще всего исключать таких сэмпл по такому эмпирическому параллелу. Подобрались к такому так, как облашен стадия. То есть, мы возьмем MSI-SL, его сплит на 100 классов. И посмотрим, какие решения давали такое улучшение. С качеством базового вывелим softmax. То есть, это уже базовый metric learning все-таки включен. Дальше мы включаем такую агументацию специфичную для action recognition. То есть, к примеру, если нам есть видео из 10 фреймов, а нам нужно только 5, то мы могли бы 5 фреймов традиционно сэмплировать с равным шагом. У нас был один единственный вариант. А мы можем на первом выбирать случайным образом. Тогда у нас значительно большее число клипов можно породить из одного единственного видео. Включая такую агументацию можно, как мы видим, существенно повысить качество. такой, можно сказать, первый скачок качества. Дальше, как было обозначено, это dropout в каждом блоке. Причем сначала традиционные dropout, далее continuous dropout. Разница состоит в том, что мы вместо традиционного распределения используем такие софт-масочки, где они генерируются при помощи гауссиана. То есть, вместо того, чтобы включить или выключить конкретный нейрон, мы лишь уменьшаем его долю. То есть, они продолжают участвовать во время тренировки, но теперь уже куда меньше влияния потенциально. Далее, следующее улучшение значительных скачок, это как раз включение тех самых дополнительных лосов, то есть, push-loss для центров и, естественно, push-loss на границе, для ограниченных сэмпл. Еще один такой интересный трюк, это, можно сказать, анти-регуляризация компьютера была предложена на предыдущем слайде теперь продукт. Смысл его в том, что для сэмпл, которые уже хорошо изучены, но при этом еще, скажем так, наши классификации не являются такими заученными, вот мы могли бы извлечь чуть больше информации, поэтому peer product, его можно нагуглить, если что, предлагает такую идею, что можно поиграться с формулами, чтобы извлечь более чистый градиент для нашего градиентного метода обучения, то есть, для обученных сэмплов, если раньше градиенты были бы на уровне шума, то теперь этого шума будет чуть меньше, естественно, мы будем извлекать чуть больше полезной информации из таких почти обученных сэмплов. Следующий такой значительный скачок связан с популярной агументацией как mixup, но в несколько нетрадиционном виде. Если обычный mixup, это мы берем две картинки, смешиваем их с каким-нибудь значением альфа, и с тем же альфом мы смешиваем еще и лейблы, то есть метки их. То в данном случае у нас, во-первых, не картинки, а видео есть, то мы исследуем такой парадик. Мы берем ImageNet, выбираем из него случайную картинку и смешиваем эту картинку с каким-то одним видео. Соответственно, следующее видео с следующей случайной картинкой и так смешиваем. А метки оставляем те же самые, что были у этого самого видео. Это существенно увеличивает разнообразие в оперенсе. У нас не только человек на каком-то однородном фоне, а уже становится с точки зрения на уровне пикселя чуть больше разнообразия. Ну и два последних улучшения связаны с как раз intention-модуль. Если бы просто добавить attention-модуль, это уже хорошо, либо включить тот самый self-supervised loss, который давал бы hard-маски. Вот. Это как раз финальное улучшение, что дает на 85, топ-1 для star-class. И, наконец, финальные результаты. К сожалению, мы не можем сравниться напрямую с исходным датасетом, просто потому, что мы используем так называемый continuous сценарий. То есть мы из-за того, что хотим дать такой строительный блок для более тяжелых сеток, мы фиксируем фреймрей для входа сетки. В свою очередь, авторы исходного датасета, они прибегают к такому трюку, что вот у нас есть входное видео, мы можем несколько раз сомпелировать оттуда клипы и после чего уже делать за каждую клипы дальше усреднить. В свою очередь, мы такого себе не можем производить, мы должны онлайн действовать. У нас есть только один единственный шанс, поэтому мы фиксируем фреймрейт, в частности, он 15 кадров вход в сетке. всех принимает 16 таких фреймов. Вот, на выходе получается имбединг размер 256. Всего всяких параметров 4 миллиона с мелочи, ну и в итоге это 6,65 гигафлок. Эта сетка может быть запущена в том числе на ноутбуке. Более того, доступна модель и демо-код, который можно будет запустить как часть OpenVINO, OpenModelZoo. Соответственно, как я уже сказал, запускается на вакуновенном стороне процессора. Более того, если есть какие-то мелкие детали, о которых я не сказал, естественно, предлагается доступна уже публикованная статья по этой модели, и также есть тренировочный код, который доступен как часть OpenVINO Training Extensions. Соответственно, там полностью готовый шаблон, позволяющий тренировать в том числе и ISL сетку. Ну, кроме того, там множество других интересных моделей, поэтому в любом случае это полезно посетить OMZ и Trail Extensions. Вот. Ну, в общем-то, на этом мы загругляемся. спасибо всем. Спасибо всем.